Тысячи греков вышли на улицы Афины в знак протеста. Они выступают против повышения налогов и урезания социальных расходов. Демонстрация проходит на фоне визита в Грецию президента Франции Франсуа Ланда. Его прибытию придается очень важное значение в рамках предоставления третьего пакета помощи размером 86 миллиардов евро. Греция вновь привыкает к регулярным демонстрациям и митингам. Возникает ощущение дежавю. Правительство Ципроса пришло к власти под лозунгом отмены политики затягивания поясов. Но оно оказалось бессильным. Государственный долг был слишком огромен, чтобы вернуть его самостоятельно. А меры жесткой экономии стали главным условием международных кредиторов для выделения помощи Греции. Эти меры очень тяжелые и поэтому людям надо объединиться. Рабочие, безработные, фермеры и их семьи должны вместе противостоять этой бесчеловечной и жестокой политике. Протестуют и греческие журналисты. Они объявили о суточной забастовке. Причиной стали изменения в законе о СМИ. Власти решили навести порядок в сфере ТВ и взяться за жесткое лицензирование. По мнению бастующих, это может привести к закрытию большинства частных телеканалов, работающих по временным разрешениям и не делающих взносов в страховые фонды. Как и противники мер жесткой экономии, они проводят свою акцию в дни визита президента Франции Франсуа Олландо. Мы понимаем, на какие меры идет греческий народ в последние годы. Предстоит еще очень много работы. В первую очередь нам нужно обсудить облегчение долгового времени, а Греция должна провести необходимые реформы. Франсуа Олланд прибыл в Грецию с двухдневным визитом в сопровождении пяти министров и группы бизнесменов. От него ждут выражения поддержки правительству Ципроса и инвестиций. К тому же французский лидер сыграл важную роль во время переговоров по предоставлению третьей программы помощи. Соглашение с международными кредиторами было достигнуто в августе. По нему страна получит 86 миллиардов евро на ближайшие три года. Одним из условий стало очередное введение мер жесткой экономии. В итоге парламент принял их неделю назад. Асет Тулыбаев, Талгатбек Абдухожаев, 24КЗ.